Дина Михайловна, в последнее время очень много новостей поступает о двусторонних контактах различного уровня между российскими и иранскими чиновниками. В частности, в принципе, говорится о расширении экономического спектра сотрудничества, ну и также о политическом. Вот вначале хотелось бы вас спросить, как вы комментируете, как вы вообще рассматриваетесь на сегодняшний день о развитии российско-иранских отношений. Ну, если грубо выражаясь, это журналистка, спрошу, насколько действительно мы реально наблюдаем их развитие. Вы знаете, вопрос неоднозначный, и, наверное, ответ может быть неоднозначным, но в целом я скажу, то, что происходит сейчас в отношениях между нашими, скажем так, государственными деятелями, оно может нас радовать с той точки зрения, что тренд совершенно ясен. Он направлен на улучшение наших отношений. Ну, мы знаем, что политические отношения нас всегда опережали в последние 10 лет экономические. Но сейчас ситуация сдвигается и в пользу тоже, ну, скажем так, налаживания и значительной активизации и экономических отношений. Очень радует, что есть взаимопонимание между государственными деятелями обеих стран. И те визиты очень частые и со стороны России, и со стороны Ирана как раз извидетельствуют о том, что в это непростое, сложное время, сложное и для Ирана, поскольку мы окончательно не знаем, чем закончатся переговоры с шестеркой, да, и непростое для России, потому что она оказалась сложной достаточно экономической ситуацией, и политической тоже из-за украинских событий. А вот две страны, они стараются именно в этой сложной для них ситуации найти какие-то приемлемые направления взаимоотношений, которые способствовали бы росту и наших взаимосвязей, и которые бы, наверное, и не раздражали, скажем так, наших, ну, мне трудно сказать, друзей, союзников, соратников, во всяком случае, и другие страны. Потому что мы все понимаем, что живем мы все равно в одном мире, и, в принципе, какие бы ни складывались у нас отношения, и какие бы ни было противоречия в отдельные периоды между странами, налаживать отношения все равно нужно, и, ну, они в конце концов и будут, конечно, налажены. Мне даже хотелось бы вот сказать, что совсем недавно, вчера, да, закончилась, закончилась Валдайская встреча, вот, и меня очень, скажем так, порадовало, потому что я иронист, занимаюсь Ираном, и, конечно, заинтересована в том, чтобы отношения между нашими странами развивались. То, что состоялась очень плодотворная встреча и посла Ирана в России, господина Мехдисенаи, и с нашим президентом, и то, что директор нашего института так, скажем так, оптимистично говорил о возможностях и необходимости сотрудничества России с Ираном, это тоже говорит о том, что и дипломатический, и научный, а не только, скажем так, мир бизнеса настроен на значительное улучшение наших взаимоотношений. Да, знаете, здесь еще такой вопрос, хотел бы задавать, совсем недавно так же и закончился визит, завершился визит, состоялся и завершился визит секретаря Совета... О Патрушеве, да, говорите? Да, секретаря Совета Безопасности. Да, 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 вот это тоже одно звено в развитии наших отношений. Все, в принципе, не проходят, наверное, и недели, чтобы не состоялись визиты на действительно высоком уровне представителей каждой страны. И это тоже обнадеживает. И, знаете, здесь еще такой вопрос, вот вы в своем, как бы, ответе, да, упоминали такой момент, что стороны, как бы, так бы устраивали свои отношения, чтобы не раздражать, да, скажем, ну, вот, скажем там, другие страны. Но я хотел бы задать такой вопрос. А, возможно, развитие российско-иранского отношения, ведь оно, как многие эксперты и говорят о том, что оно и в случае своего развития и укрепления, оно просто будет способствовать стабильности и развитию отношений в прилегающих к ним регионах, в Центральной Азии, как тогда, а можно ли говорить о каких-то, скажем, раздражениях? Нет, я, конечно, с вами согласна, что вообще стабильность в наших отношениях, несмотря на то, что, конечно, разные точки зрения есть на развитии наших отношений и в Иране, безусловно, и что греха таит, там достаточно сильны и антироссийские настроения. И среди нашей элиты, скажем так, тоже встречаются голоса, которые говорят об осторожности налаживания, скажем так, стратегического партнерства с Ираном, да. Но, тем не менее, вы правы в том, что вот стабильность в наших отношениях, между нашими странами, она, безусловно, играет огромную роль в обеспечении стабильности в регионе. Это, по-моему, понимают все. И, исходя вот из этого, наверное, несмотря на, ну, различные противоречия во мнениях, тем не менее, обе стороны, как я сказала, стремятся установить вот такие параметры взаимоотношений, которые бы удовлетворяли и обе стороны, и не вызывали раздражения у окружающего мира, скажем так. Да, у нас действительно разные точки зрения, но я должна сказать, что вот судя по тому, как мы часто собираемся, мы в научном мире, мы проводим конференции на разных уровнях и очень, скажем так, спорим оживленно, активно о том, какие должны быть эти параметры, в какой мере мы должны быть близки, в каких областях более тесными должны быть отношения. У нас практически каждый месяц вот такого рода, либо круглый стол, либо конференция, либо просто обмен мнениями они бывают. Это как раз говорит, вот какие бы ни были точки зрения, о заинтересованности друг в друге. Мы понимаем, что эти две страны, несмотря на то, что нас разделяет в какой-то мере Каспийское море, мы остаемся соседями. А как мы знаем, отношения с соседями даже иногда более важны, чем отношения с родственниками. Ну и будем надеяться, что эти отношения будут улучшаться. Мы сейчас, вот наш сектор заканчивает, подготовил уже сборник, посвященный российско-иранскому сотрудничеству. Часть работ это иранские авторы. Ну, большинство это представители разных, скажем так, научных центров России и высказаны разные точки зрения. Иногда, может быть, и не очень лицеприятные для каждой из стран. Вот, но тем не менее мы пытаемся вот найти тоже и как бы с теми, кто находится и осуществляет практическое руководство нашими странами и ведет непосредственно вот эту линию на отношения. Ну и мы со своей стороны пытаемся вот определить те болевые точки и те точки, по которым наши, скажем так, мнения совпадают. И это тоже очень, скажем так, интересно и говорит о заинтересованности, как я сказала, наших стран друг к другим. Да, если разожите, у меня же такой вопрос, Нина Михайловна, он меня давно, можно сказать, мучает. Но мне кажется, что ваш опыт работы в области российско-иранских отношений все-таки дает возможность ответить на него. Это в частности то, что вот за последний период, в частности вот последние два десятилетия развития уже российско-иранских отношений, много-много добрых слов сказано, много подписано каких-то документов. Но в этот раз, но ничего не было сделано конкретно, если так скажем. А в этот раз, вот как вы рассматриваете ваш анализ, ваше, скажем так, видение проблемы, насколько сегодня мы видим реальное сближение и развитие сотрудничества государства? Вы знаете, ну вот мы все рассчитывали, что одиннадцатое заседание, да, межправкомиссии, даст более какие-то конкретные, скажем так, ну цифры, а не только направления. Вот, ну, пожалуй, этого не произошло вот так, чтобы вот наиболее, пожалуй, наиболее конкретные все-таки у нас в области энергетики, да? Хотелось бы, чтобы и другие отрасли тоже были включены, и не как вот направления, которые оптимальны для сотрудничества, но и более какие-нибудь конкретные программы. Ну, пожалуй, я тоже должна сказать, что таких сколько-нибудь уже, ну, конкретных, скажем так, примеров нашего сотрудничества нет. Мы не можем похвастаться незаключенными контрактами какими-то большими. Но вот ощущение такое, даже по результатам вот одиннадцатой межправкомиссии и по тому интересу, который вот проявляют и спрашивают, скажем так, даже те научные, представители научных центров, которые к нам приезжают из институтов иранских, да, вот, то тоже, в общем-то, ну, как бы, ведь очень важно вот это вот состояние, в котором мы сейчас живем. А мы все хотим, чтобы в конце концов это были какие-то результаты. Пожалуй, вот на сегодняшний день о конкретных результатах, каких-нибудь крупномасштабных, пожалуй, мы не можем, к сожалению, говорить. Но вот если года два тому назад мы это просто констатировали и без особой надежды на продвижение дальнейшее, то вот на сегодняшний день складывается впечатление, что вот-вот эти контракты заключены будут.